Друзья, всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. А сегодня у нас крутой ролик. Сегодня я отвечу на вопрос подписчика. Почему я делаю грибок и тону? Если готовы, прямо сейчас ставим лайк и погнали! Я регулярно читаю ваши комментарии под видео и я заметил один из самых часто задаваемых вопросов. Никита, я плыву, делаю грибок, ухожу под воду, глотаю воду и сбиваюсь. И я, как понял, это ошибка у многих. Ребят, сегодня я расскажу, как ее исправить прям пошагово. Итак, что же это за ошибка и как она выглядит со стороны? Ребят, вот сейчас на видео я плыву неправильно, мои руки очень часто работают, нет толчка вперед, нет скольжения и я постоянно прыгаю вверх-вниз. Сейчас, почему возникает эта ошибка. Вот смотрите, когда мы сделали грибок и хотим сделать вдох, мы начинаем делать вдох и немножко тонем. Машинально, чтобы не уйти под воду, мы начинаем делать грибок и вот здесь ловить опору. Ребят, это неправильно, потому что мы поймали опору, мы вдохнули, но что после этого получается? После этого приходит следующая фаза, когда мы начинаем проваливаться. То же самое мы повторяем другой рукой и вместо того, что плыть ровно и красиво, мы прыгаем вверх-вниз. Следующая вытекающая ошибка, смотрите в чем. Когда мы с вами плывем вот так вот быстро, пытаясь найти опору и постоянно падая, мы работаем руками очень часто и у нас банально не хватает времени красиво потянуться, подышать, полежать на боку и так далее. Когда мы начинаем чистить, получается, что нашим рукам нет времени отдохнуть и мы быстро устаем. Следующая ошибка, если мы не держим руку спереди, у нас не получается поймать опору об воду. То есть поток воды, когда рука в правильном состоянии спереди, упирается здесь и упирается на грудь. И у нас получается хорошая опора об воду. Если же мы сразу делаем грибок, нам просто не захочется зацепиться. И из этого вытекает еще одна ошибка. Если мы не лежим на воде и не держим опору, у нас банально не получается сделать нормальный толчок и скольжение, и плыть, вкручиваясь в воду. Вот эти все три ошибки порождают банальная, единственная ошибка неудерживания руки. Также очень важный фактор. Ребят, во время исполнения этого упражнения старайтесь опираться не на руку, а на грудь. Представьте, что вы как бутылка, наполненная водой, и вы должны держаться за счет груди, вы должны стараться грудью давить немного вперед. А большинство из нас ошибается, пытаясь понять, что опору мы держим за счет руки. И это заблуждение. Друзья, чтобы исправить эту ошибку, надо помнить одно важное правило. Старайтесь держать руку спереди как можно дольше. И старайтесь опираться не на руку, а на грудь. Сейчас я покажу вам два упражнения для того, чтобы исправить эту ошибку. Первое это будет в воде, второе будет на суше. Это упражнение называется скрутка, принцип ее довольно просто. Одна рука тянется вперед, вторая вдоль туловища. Ребят, мы плывем, и когда хотим сделать вдох, поворачиваемся просто на бок. Мы не работаем руками, мы стараемся поворачиваться за счет положения корпуса. Также старайтесь давить грудью вперед и ловить опору именно грудью. Постарайтесь почувствовать, что ваша рука максимально расслаблена, и вы не держитесь на воде за счет нее, а держитесь именно за счет груди. Я рекомендую выполнять это упражнение 25 метров в одну сторону, 25 метров в другую. Ну, метров 100-200 его обязательно нужно отрабатывать до того момента, пока вы не почувствуете, что вы не за счет руки держитесь на воде, а именно за счет опоры верхней части груди. Второе упражнение выполняется на суше. Нам необходимо встать вот в такую позу, расслабиться и одну руку вытянуть вперед. Продержите руку спереди 30 или 60 секунд, далее поменяйте руки. Я рекомендую чередовать руки около 2-3 раз. Ребят, если вы чувствуете, что вам легко, можно взять в руку мини-груз или банально тоненькую книжку. Для чего нужно это упражнение? Это упражнение даст запоминание нашим мышцам, где должна находиться рука. Возможно, что держать руку спереди вам не позволяет ваша гибкость. В этом случае я рекомендую мой авторский видеокурс по растяжке, состоящий из 12 уроков, где мы пробиваем руки, ноги и общую растяжку пловца для того, чтобы мышцы были более эластичными. Ссылка на этот курс будет в первом комментарии. Ну и, конечно, мы продолжаем рубрику «Вопрос-ответ». Пишите ваши вопросы на тему плавания, отписывайте вашу проблему и на самые интересные вопросы я сделаю обзоры. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов, школа плавания «Свимрокет». Всем пока-пока! Сегодня я выбрал один из самых частых вопросов. Плыву, делаю грибок. Простыми словами, задыхаю. Спасибо за просмотр!